Средний Икорец. Село в Лискинском районе Воронежской области. Административный центр среднекорецкого сельского поселения. Село Средний Икорец возникло между 1698 и 1710 годами. Находилось в 17 верстах от Боброва. Дворов 527, жителей 4679. Общественной земли 9364 десятков. Сначала села по реке Икорец носили название икорецких деревень. Потом со строительством в них церкви они становились селом и обзаводились собственным названием. Так Средний Икорец назывался селом Яблочным. Стрельцы стали основателями населенного пункта. Одна из крайних сельских улиц звалась Порт Артурская, потому что заселять ее начали после Русско-Японской войны в 1905 году. Один из жителей села по фамилии Бондарев, 1880 года рождения, как следует из архивных данных, был участником легендарного боя крейсера Варях. На реке Икорец, сейчас село Нижний Икорец, Петр I построил судостроительную верфь в те времена, когда Россия сражалась с турками и искала пути к Черному морю. Перед Азовскими походами Петра уже существовали Павловские и Икорецкие верфи. Есть сведения, какие именно корабли были здесь построены. Село Средний Икорец связано также с легендарным святым, канонизированным православной церковью, адмиралом российского флота Федором Ушаковым. Он служил в младшем офицерском чине на корабле Мадонна, построенном на Икорецкой верфи. Село выгодно отличалось от других мест тем, что здесь никогда не было крепостных крестьян. То, что в своей основной массе жители эти не знали личного рабства, наложило на их характер соответствующий отпечаток. Любой приказ они вышутят до его неисполнения, а если исполнят, то так, что второго и отдать не захочется. Территория, где расположено здание старой школы, это подворье Штоколовых. Директор Воронежской французской гимназии Юрий Милованов – прямой их потомок. У Штоколовых был трактир, постоялый двор, жилые комнаты и конюшни. В здании, где располагалась сельская администрация, раньше была пекарня этих купцов. Рядом находилось поместье Звягинцевых, ныне санаторий имени Цурёпа. Во время царствования Петра I Звягинцев преподнес ему подарок – свору псовых борзых, за что получил в своё имение нынешний средний корец. Этот факт очень непопулярен у селян и являлся предметом насмешек со стороны соседей. Царь оценил село наравне с собаками. Также и о самом Петре I в связи с этим многие селяне отзываются очень нелестно до сих пор. В 1792 году построена каменная Богоявленская церковь. В середине XIX века действовала почтовая станция. В 1900 году в селе Средний Корец имелись 8 общественных зданий, 2 школы, 4 кирпичных завода, 2 крупоружки, маслобойный завод и 6 лавок. С июля 1942 года по январь 1943 года село входило в прифронтовую зону. Здесь дислоцировались войсковые части и военные госпитали 6-й армии и 18-го корпуса. На 2011 год в селе проживает 4928 человек. В селе Средний Корец возведен молочный комплекс ООО «Маяк». В настоящее время имеются детский сад, библиотека, дом культуры, участковая больница, почтовое отделение. В 2007 году построено новое здание средней школы, одно из лучших в сельской местности России. Уроженцами села Средний Корец является Анчуков, певица Дорохова, нартов, писатель Сидельников.